Добрый день! Сегодня заменим датчик переднего колеса с правой стороны, датчик АБС на автомобиле Мерседес. 211 кузов, 2008 года, дизель 2,2 литра. Начнем с того, что снимем колесо, снимем крепление пыльника и там дальше уже по ходу будем разбирать. Датчик мы будем использовать фирмы TopRun. Немецкого производства не оригинальный, номер его 401-545-755. Качество хорошее, уже проверяли, поэтому смело устанавливаем его. Колесо вот сняли, сняли крепление, здесь получается пыльник. Этот пыльник будем снимать полностью, потому что разъемы на датчик АБС и на датчик износа колодок уходят вот сюда и вот здесь они под пыльником соединяются. Ну а чтобы не отгибать, не ломать, мы снимем его полностью и аккуратно разберем. Продолжаем. Вот, сняли пыльник, вот они, эти разъемы находятся. Провода вот эти тоже мы снимем. Почему оба снимаем, мы сейчас не знаем, какой из них на датчик износа, а какой на АБС. Потом поставим. Теперь снимаем вот этот хомут сверху. Он просто на крючке защелкнут. Крючок расщелкиваете и все. Снизу откручиваете вот этот болт, шестигранничек на 8, и снимаете вот этот пыльник. Пыльник как раз, получается, закрывает датчик АБС. Вот он датчик сам. Этот же болт и крепит сам датчик вместе с пыльником. Немножко очищаем здесь его и снимаем. Все, датчик мы вытащили. Аккуратненько, чтобы не поломать его, выдернули целый. Потому что если сломать, потом проблематично будет его доставать. Почему меняем датчик, дает ошибку. Ошибка АБС, ошибка ЕСП. Диагностика показала, что неисправен датчик. Притом неисправность гуляет. То есть, то нету. Ладно, снимаем. Разъединяем вот этот верхний разъем и снимаем. Вот разъем сидит на этом кронштейне. Здесь есть вот такой вот фиксатор. Когда она сидит на нем. Сбоку вот этот фиксатор поднимаете вверх и выталкиваете ее сюда. А этот разъем обычный. Чистите вот этот флажок, он грязью весь забивается. Нажимаете его и разнимаете. Все, этот мы сняли. Теперь берем новый датчик, чистим посадочное место и устанавливаем на место. Так, ну все. Датчик здесь поставили. Хомут затянули. Проводим этот. Здесь вот крепление. Крепление кронштейн, крепление проводов. Он отломан, поэтому здесь его на хомут соединили. Ну мы также на хомуте и оставим. Заводим разъем датчика. Соединяем его с кронштейном. Он задвигается и защелкивается. Вот так вот. Теперь ставим разъем. До характерного щелчка. Так, ну вот разъем мы соединили. Здесь мы все установили. Кронштейн этот защелкнули. Теперь мы ставим пыльник на место. И подключаем клемму аккумуляторами носовую. Будем проверять. Всего вам доброго. Редики. Редики. Редики.